всем привет вот притащил муж сливы теперь будем заниматься операция слива начинается будем варить варенье хочу делать а кому сейчас легко сколько вот так вот и так меня начался процесс варки сливового варенья сливового варенья сливового я засыпала ягодки песочком песочек этот у меня они в песочке постояли часок ой господи какой часок девочки с работы пришла уставшая как собаку наварить надо они не часок один ухак постояли я засыпала вчера вечером и вот сегодня вечером пришла начинаю только варить в сахаре потому что иначе они бы уже конечно это сама не дали свой сок а вот сейчас это будет у меня потихонечку вариться растапливаться песочек я чуть-чуть значит у меня здесь 4 килограмма сливы 3 килограмма песка немножко я водички чуть-чуть буквально потому что слива уже дала свой сок и сейчас она будет потихонечку растапливаться и я буду варить дальше варенье чтобы дальше покажу девочки мальчики вот хочу показать вот видите она дала это сама сливка дала уже сок вот внизу уже везде сок вот вот сливы варю с косточкой ничего страшного если год у вас сливка год буквально стоит с косточками ничего страшного уже больше года конечно держать не стоит это варенье надо съедать вот а вот она не дает никаких вам а так она вкуснее с киска с косточкой но это маленькая вот видите сливка маленькая уже такая вот вытаскивать сюда отсюда косточки мне и лень честно говоря вот да и я никогда этого не делаю еще венгерка она большая там пожалуйста вытаскивайте а это маленькая сливка вот она она похожа на вишенку видите какая она малюсенькая вот и вот и вот видите там сок вот она дала уже во всю во всю сок дала вот вот там и сейчас это будет у меня потихонечку вот это растапливаться вот и будет вариться вареница ну вот вареница потихонечку сахар уже практически весь растворился он будет и вареница потихонечку начинает закипать я его периодически помешиваю помешиваю так аккуратненько тоже чтобы не хочу что боишь совсем она уже за сахар вот эти вот все ягодки уже засахаренные они сутки лежали в сахаре они уже засахаренные он видите сколько здесь сока сколько они пустили сока и попробую как это вкусно сейчас вот собираю пеночку потихонечку начинаю уже собирать пенку потихонку помаленьку собираю пеночку сейчас она закипит покипит буквально 10-15 минуточек и я выключаю девочки и до завтра и до завтра утром встану и опять его буду варить опять там уже минут пять минут пять а потом еще раз отставлю и опять буду в третий раз варится потом горячими также разливать по баночкам вот это нужно потихонечку помаленечку там закипает ничего там не пристает этот способ он щадящий такой довольно таки вот это вот я потихоньку помаленечку собираю собираю пеночка вот так так такие ждем закипания ну что девочки и мальчики варка продолжается дамы и господа марка продолжается пенку я потихонечку снимаю снимаю надо аккуратненько снимать чтобы так чуть-чуть и и так вот я снимаю чуть-чуть так ступенка снимаю я аккуратно вот и что помешиваю но я вам хочу сказать у меня на очень медленном огне на очень медленном огне и там вот внутри я вот так вот вожу периодически помешивать однозначно надо помешиваете но вот при таком вот способе варки она там уже она как бы сверху понимаете растворяется и там не пригорают ну естественно помешивать надо всегда это понятно но здесь она настолько уже дала сок то есть мы ее не кидаем в готовый сироп знаете уже вот такой вот закипевший так далее как все говорят я не знаю почему я все говорят так но я делаю по-другому это мой метод и варенье очень вкусно и остается ягодки сохраняются вот и не всегда сохраняются конечно они потом вот такими могут стать и так далее неважно но это очень удобный метод и ягодки все все про просахариваются поэтому мне кажется она долго у меня и стоит но у меня может стоять вечно ничего с ним не случается вот по такому методу как я варю вот ну вот ждем ждем она еще не закипела нужен начинает там потихонечку закипать так вот это вот все надо тут и я снимаю все таки эту пенку надо ее снимать и она так вот я аккуратненько ну такие вот дела и так продолжаем варку я немножко прибавила огня потому что чё это до утра что ли должна стоять но и тем более уже весь сахар растворился весь сахар растворился я добавила огня и вот он закипает обильно вот начал закипать весь сахар растворился поэтому ничего подгорит тут уже не может но вы помешиваете конечно так и вот она пошла пошла обильная пенка уже вот пошло процесс закипания вот смотрите вообще какой там получается обалденный обалденный цвет здесь просто пока еще пенкой не видно потому что до утра знаете я тоже пришла с работы до утра стоять с этим вареньем я не собираюсь тем более она уже однозначно не подгорит потому что весь сахар растворился здесь достаточно сока достаточно слив этого сиропа вот видите главное успеть снять вот эту пеночку которая когда начинает закипать она обильно до пошла эта пенка вот ее самое главное снимать я снимаю не знаем что-то не снимает и не знаю что есть такие вот а этим временем между прочим девочки я замариновала курочку грудки и курочки следу и в другом видео я вам покажу офигенный рецепт вкуснейший сочнейший куриной грудки тоже это в общем то можно назвать не можно назвать аппп вот бескалорийная практически курицы и очень 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 сочная и вкусная практически в собственном соку но это будет другом видео так что смотрите подписывайтесь смотрите меня а мы сейчас пока варим варенье и слив с косточкой вот она закипела сейчас я уже уже время засекаю и буквально 10 минут я его буду варить не больше вот она у меня будет кипеть потихонечку вот ну и 10 минуточек я его поварю не более того ну вот первый этап варки завершён я выключила значит она у меня покипятилась 10 минут я его выключила поснимала пеночку и все я оставляю его теперь остывать до утра то есть часов на 8 получается где-то так потом буду варить его опять вот видите она уже становится вот таким уже настоящая вареница запах вы знаете аромат идет шикарная здесь ничего добавлять сюда не надо вот такой вот шикардос на и варенье итак мальчики девочки все кто меня смотрят женщины мужчины вот что с моим вареньем стала на следующий день то есть она уже приобретает нужный цвет вот видите нужный вкус вот и сейчас я его буду опять варить и варить буду же дано уже варилась то немножко эти уже и сейчас я буду его опять потихонечку 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 на медленно могу огоньки еще варить ну минут пять пять-десять не больше вот будем посмотреть что будет дальше и так и так вот она начинает уже закипать и опять снимаем пенку и опять снимаем пенку вот и сейчас она прикипит 10 минут и я заново это уже второй этап и я это дело слишком бурно как не должно кипеть надо по уменьшить надо уменьшить пусть она потихонечку вот снимаем и мешаем если это нужно у меня точно ничего не подгорит поэтому я в принципе чуть-чуть мешаю не сильно там знаете не стою над ним как этот над златом не чахнул над златом поэтому я аккуратненько снимаю пенку и заново и провариваю это варениц уже провариваю его 10 5 максимум 10 минут я посмотрю сколько она мне будет кипеть и опять его отставлю вот уже цвет такой красивый она становится конечно вот смотрите нож какой становится просто просто становится идеально аккуратненько пеночку снимаем пеночку снимаем обязательно ну вот вот она у меня кипит вот видите не сильно 5 минут она уже у меня покипела сейчас еще минутки 2 покипит и все я выключаю она у меня остывает остывает но или до вечера или до утра я еще посмотрю вот как у меня будет время еще банок надо найти чтобы это все вот ну думаю до вечера скорее всего вечером еще раз проварю его и все и уже горячее заварю там в принципе даже не проваривается в следующий раз просто она закипает и вот горячее она сразу же идет на заливается в баночке ну и все дальше процесс я вам покажу пока вот так вот опять начал сильно сильно не надо чтобы она кипела это надо убавлять но я уже практически выключаются ну вот это уже вот это уже вареница у меня на третий день на третий день вот сейчас я уже его она закипятиться как только она закипятиться я его сразу же уже буду разливать по баночкам и все и третья часть как говорится марлезонского балета закончилась вот она же цвет какой видите обалденный цвет запах тут все все вместе так что ждем дальнейшего действия лыжня залезла залезла в полотенце и что-то там пытается найти кого он там ой слушайте я накрывала накрывала варенье этим и вот смотрите чем там лижет его и так варенье готово я его прямо горячим залезла и так варенье готово я его прямо горячим залезла все заливаю в баночки начинается самый мне мой любимый процесс когда уже все варенье полностью готова горячая горячая его прямо горячим заливаю в банке под самое горлышко под самое горлышко заливаю так вот его в баночке ну и дальше покажу сколько из него получилось вот оно такое прозрачное становится янтарное я бы сказала после таких долгих достаточно долгих манипуляций с ним ну вот уже и вторая баночка пошла вот она кстати вот этот тазик у меня еще от мама остался старенький уже тазик эмалированный мы всегда в нем варим варенье у меня старенькая я не хочу его менять потому что мне нравится вот уже немножко отбиты края но он такой меня почему-то в нем у меня все получается это еще мама в нем варила варенье вот он у меня я его берегу вот и лучше конечно в эмалированной посуде варить они это самое сейчас уже таких тазиков я не знаю уже можно их купить есть они продаются они или нет поэтому вот мы продолжаем дальше посмотрим сколько у меня в итоге получится литров здесь и так итог вот сколько у меня получилось баночек вот смотрите вот она становится там одну просто янтарная просто янтарная и теперь она у меня постоит буквально остынет вот это все опустится да потом я что делаю осталось немножко там видите она какой час она под засахарится вот постоит будет вообще янтарная вот и после этого она у меня сутки стоит просто вот так с накрытой крышкой вот так вот вот так я накрываю крышки кстати баночки я простерилизовала крышечки я прокипятила всегда их кипячу вот и через сутки я его закрываю и убираю уже на зиму вот зиму открывается и я говорю что с коз вот она с косточками все равно она у я очень люблю эти косточки честно говоря их даже им хотя говорят это вредно но в течение года ничего с этими косточками не случается поэтому совершенно спокойно можете делать с косточками уже конечно если вы держите там пять лет это варенье конечно уже она с косточками не годится так что вот делайте приятного всем аппетита вот ну в общем она конечно получилось просто янтарная янтарная вот эти вот вот этот способ варкин для меня самые приемлемые варенье я говорю варенье очень долго стоит после этого то есть никаких нету ни плесень никогда не меня такого вообще даже не слышал мне плесень была варенье и что такое никогда такого не было так что вот всем приятного аппетита до скорых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите конечно комментарии спасибо